Какие виды, ну то есть альтернативные способы заработка, Майкл, вы знаете? То есть, или что можете порекомендовать? Я сейчас приведу очень тяжелый пример. Совершенно непонятный пример, наверное, для многих. Но это пример очень серьезный. Дело в том, что я имею образование на трех континентах. Это обычно в Советском Союзе, это в Соединенных Штатах и на Востоке. Я об этом не один раз говорил. Но на Востоке я приобщился к знаниям. И вот там есть такое понятие. У нас, ну, у русских обычно это называют касты. Но это группы, это сословия людей, которые разделяются по своему предназначению. То есть человек, рождаясь на Земле, он рождается с определенными такими-то своими знаниями, исходя из прошлых воплощений, с определенной задачей, это самое главное. Но и для того, чтобы выполнить эту задачу, надо знать условия задачи. Правильно? Мы же знаем. Потому что если будет условие задачи неверное, так мы никогда, какой бы ни был, скажем, математика, он никогда не решит эту задачу. То есть исходные данные должны быть. Исходные данные определяются, у человека определяется, исходя, скажем, астрологи, номерологи это определяют. Я как астрономеролог тоже могу определить. Довольно часто это делаю, если просят. Об этом мы будем говорить в других программах. Потому что по дате рождения много чего можно сказать. Но у нас сегодня будет упор именно на материальное, на финансовое какие-то обеспечения. И вот в этих сословиях есть люди, которым надо выполнять определенные функции, обусловленные, еще раз повторяю, его, этого человека, появления на свет Божий. И вот из этих четырех, будем говорить, сословий, есть одно сословие, которое имеет прямое и непосредственное отношение к теме нашей программы. Их называют, на санкреции это называют вайши. Вайши это те люди, которые заняты, скажем, зарабатыванием денег. Вот. То есть они все время, у них в голове какие-то идеи, у них какие-то, вот, а как там получить это, как из этого там выдать то, и так далее, и так далее. В бывшем Советском Союзе таких людей называли спекулянтами, спекулянтами. А на Западе, ну, имеется в виду в Америке, там, и в других странах, которые понимали, о чем идет вещь, их называли бизнесменами. Вот. И вот почему тяжелый пример. Я могу сейчас привести пример вот такой. В наше время, еще раз, речь идет о тех годах и тех веках, и тех тысячелетиях и миллионах лет, которые, как оно должно было быть, по задумке Творца. Можете себе представить. Вот. И в наше время, в наше время, имейте в виду, в наше время, в котором мы живем, был один человек, который это осуществил в рамках целого государства. Не поверите, это был Адольф Гитлер. Вот. Почему? Он был просто невероятным приверженцем в бед, он эти вопросы изучал, он был очень известным мистиком, серьезным был мистиком. Вот. И он создал, ну так ему было сказано, как-то каким-то образом, и он создал государство, которое маленькое государство, Германия, чуть ли не стало властелиной мира. Мы все эти вещи знали. Чуть было, не стало. Но сверху другая игра прошла, и поэтому, конечно, она не стала. Но что он сделал? Он абсолютно четко разделил все население Германии именно по кастам. И вот там было касты, это промышленники, это были заводы, это были люди, которые обеспечивали и работали все на машину для получения господства. То есть они делали это в том числе... То есть ученые разрабатывали идеи, претворяли их в жизнь, допустим, правильно? Это категория браманов. Ну, а претворять это надо вот люди, которые это делали. Поэтому, возвращаясь в наше время, в нашей программе, каждый человек имеет в своей матрице свое предназначение. И предназначение он его не знает. И, к сожалению, так повелось. Мы говорим сейчас на русском языке. Это просто невероятная разница между планетой Соединенных Штатов, планетой, я здесь живу 30 лет, я знаю, о чем я говорю, и, к сожалению, бывшим Советским Союзом, где таких людей называли спекулянтами. То есть кто были люди, которые имели творчество? Сегодня есть. Вначале были цеховики, потом были кооперативы, я-то еще застал. Но потом дальше уже нет, дальше уже был здесь. Я теперь понимаю, о чем шла речь и как надо было это все делать. Поэтому сегодня я обучаю, и здесь я обучаю, и на английском языке, как надо, как можно, точнее, добиться успеха в том, где мы хотим добиться этого успеха. Именно как. Не в теории, а на практике. Ну и профессия основная у нас была какая? Надо прийти на производство, надо прийти в проектный институт. Ну, поработать так или надо надо, или руками, или мозгами, и создать что-то такое. А вот тот момент, который называется бизнесом, у нас не было. Или был, но очень и очень малый. Поэтому вот это и есть альтернативная профессия, а нюансов здесь много. Как зарабатывать деньги, мы к этому и перейдем. Ну, ответ вот такой пространный, но он, наверное, понятен. То есть я, как всегда, исхожу из общего, а детали потом, если они будут вопросы, пожалуйста, их зачитай. Спасибо за субтитры.